Они другие, они лучше, чем мы. Потому что у меня четверо внуков и старшая внучка, тоже 12 лет. Мне кажется, выросло поколение более какое-то позитивное. Не знаю, я вот за нас, пенсионеры, переживаю. Мы, кажется, советские пенсионеры, очень-очень позитивные. Мы, конечно, точно вам завидуем. Нет, сейчас-то да. У нас нет сил уже. Нет, я вот, конечно, возможностей сейчас для самореализации, конечно, гораздо больше. Только было бы желание, есть инструмент. Да, очень все изменилось. Раньше надо было в другой город ехать, чтобы вопрос задать. Задал вопрос. А вам, кстати, у вас комментарии открыты в вашем блоге? Да. Что-нибудь пишут вам? Да, были случаи, когда мне совершенно незнакомые люди писали, где можно сдать вторсырье, где можно сдать тетропак, который очень сложно переработать. И я с удовольствием прям бежала и смотрела все. Что здесь у нас находится? Что это вы нам такое принесли? Это бокс с батарейками. А, это контейнер с батарейками? Да. А вы, Сергей, знаете, почему батарейки нельзя выбрасывать? Нет. Ну, конечно. Ну, там же химические вещества, которые вступают друг с другом в реакцию, дают нам в итоге электричество. Да. Вот. Щелочи, кислоты и так далее. И, естественно, когда они попадают на свалку и протекают в почву при каком-то механическом разрушении, они очень сильно загрязняют землю. И загрязняют землю, и через это они загрязняют, естественно, воды грунтовые. Поэтому, конечно, их надо утилизировать по-особому, а еще бы лучше, конечно, научиться как-то использовать снова вот эти вот, все эти химические вещества, чтобы не производить новую вредную химическую продукцию. Так, понятно. Это я вижу, что... Это крышечки, и после того, как мы собрали многое количество крышечек, надо обязательно сдереть вот этот QR-код, ну или рисунок, который есть именно. Даю некоторый лайфхак, который я использую всегда. После того, как у меня набираются крышечки, я беру такую большую емкость, наливаю горячую воду, туда добавляю немножко мыльца, и вот туда их опускаю крышечки на долгое время, на 3-4 часа. И потом после в холодную воду вот так вот открываешь, кран включаешь, и вот аккуратненько ногтями можешь убирать их. И это, ну, намного проще, чем просто вот сухие. У нас, например, младшая сестра, 4-годик, она помогает. Да, она мне помогает. Реально помогает, да? Ну вот, например, вот это вот. Расскажи про твой лайфхак, как ты сделала для Дарины интересное занятие сбора крышечек. Вот там, если вы присмотритесь, там есть специальная дырочка. И вот она в эту дырочку у нас попадает постоянно, и уже для неё это как увлечение. И вот 4-х летний ребёнок, она уже играет в эти добрые крышечки и собирает, помогает нам дома в торс-сырьё. А вы её снимаете тоже с сестру? Ну, пока что нет. Появляется в кадре изредка. Да. Надо, надо. Дети и животные, я тебе говорю, заводишь в кадр, сразу на два умножаешь. Сразу количество просмотров на два, сразу. Вот заводишь вот этого пупса прекрасного в кадр, всё, всё. А, и прям прррррррррррррр. Это правда. А вот Милана упоминала акции, а вы в каких-нибудь акциях участвовали, связанных с соководией? Ну, я участвовал в ЭКО-забеге. Так. Вот в сентябре я прям с нетерпением жду, потому что у меня будут прекрасные партнёры. Во-первых, Алексей Немов, наш прославленный гимнаст. Чемпион, да. Потом Алексей Смертин, тоже мой приятель, бывший футболист. Ну и вот я собираюсь в сентябре, значит, отправиться. Не знаю, насколько меня хватит. Я стоял у истоков очень одного интересного события, одной интересной акции. Единая лига по баскетболу, наша, в рамках которой проводится чемпионат страны. Вот, она играет специальным эко-болом. То есть это мяч баскетбольный, который сделан из переработанного пластика. Во всех, значит, залах, где идут игры команд единой лиги, там стоят такие специальные корзины огромные. Вот, и все туда, значит, бросают пластиковые бутылочки. То есть такой, как бы, аттракцион. И когда это все дело запускалось, я тоже немного играл в баскетбол в юности, значит, меня попросили организаторы, чтобы я, значит, сделал символический бросок. Я, значит, допиваю бутылку, разворачиваюсь боком, вот так бросаю, крюком, как это называется, и бутылка так бум-бум-бум-бум, как по заказу так зависает. Раз! И все. С первого дубля. Восьмого. Вот. Ну, мне кажется, вообще вот все акции экологические, это очень-очень приятные, приятные такие мероприятия, потому что, как правило, там очень хорошие люди собираются. Они очень все позитивные, с какими-то чистыми помыслами, и все как-то очень быстро находят друг с другом контакт, появляются какие-то новые связи дружественные, это очень приятно. Поэтому я вот прям с удовольствием, как только мне сообщают, что где-то какая-то будет акция, я прямо туда и отправляюсь. Ну, вот живое подтверждение вашего тезиса о приятных людях, это просто вот над ними... Да, вот, пожалуйста. Милан, Милан, вы, наверное, как всякий видеоблогер, планируете или мечтаете стать телеведущей? Да. Сейчас есть возможность у профессионального радио- и телеведущего спросить какие-нибудь наставления. Что вы посоветуете Сергею и Милане? Да что, так все здорово сделано все. Нет, ну, во-первых, значит, смотрите, я уже сказал, да, дети и животные. Это всегда очень привлекает зрителя. Правда, да. Ой, какой смешной котенок прелестный, ой, какая девочка смешная. Вот. Вон, видите, вон, собака. Вон, собака, видите, прям привлекает. Не смотрят на людей на этих, вон только на собак. Что еще? Мне кажется, обязательно надо пытаться каким-то образом интегрировать в свои сюжеты юмор. Если вы как-то разряжаете эти все рассказы какой-то шуткой или каким-то там забавным видео, вот, которое происходит у вас там внутри, то это, конечно, ну, это хорошо. Опять же, сейчас очень много всяких вот этих вот интересных программ, которые позволяют как-то работать с монтажом. Мы раньше, вот, я помню, вот смотришь какую-нибудь музыкальную передачу, там в кадре вдруг так появляется какое-нибудь такое сердечко из кусочков такое. Тук-тук-тук-тук-тук. Ты думаешь, господи, чудо! Ой, как это сделать? Или, например, кадр стоит, а вместо него в другое приезжает, да? Это просто Спилберг. Как они это делают? Это Спилберг просто. Там сидит у них в аппаратной. Ну вот, поэтому, мне кажется, надо разнообразить свое видео какими-то эффектами. Милана, а хотите вот прямо сейчас такой у нас будет экспромт попрактиковаться? Есть такой у нас термин, Сергей знает, как уход на рекламу. Надо сказать, что поблагодарить всех и сказать, а после рекламы у нас в студии появится Белочка Рыжуля. Отлично. Давайте попробуем. Всем спасибо большое за интервью. Сейчас мы переходим на рекламу, а после у нас в студии появится Белочка Рыжуля. Чудесно, просто гениально. За счет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.